Причины подросткового суицида и методы борьбы с ним сегодня обсуждали на областном семинаре в реабилитационном центре «Солнышко». Цель семинара – обмен опытом и разработка плана мероприятий по профилактике детской смертности в образовательных организациях. Мария Воробьева продолжит. Сегодня социально-реабилитационный центр «Солнышко» стал площадкой для диалога между 50 специалистами региона. Среди них и социальный педагог третьей школы Анжела Коржова. За 11 лет практики Анжела сталкивалась и со случаями подросткового суицида. Приходилось встречаться с ситуацией, когда дети совершали суициды. Но, на мое счастье, наверное, в моей практике не было тех суицидов, которые закончились печально. В общем, дети были спасены. Но все-таки мне, как специалисту, приходилось работать с этими детьми, разговаривать, беседовать. Вот почему и как. На самом деле это очень сложно. Это, наверное, самое сложное в всей моей практике. В течение семинара темы заявлены хорошие, актуальные, которые будут действительно полезны. Суицидальное поведение подростков – причины, признаки профилактика. Диагностика суицидальных наклонностей у детей, подростковая депрессия – вот лишь некоторые из тем семинара. Из нововведения этого года – вопросы взаимодействия детей друг с другом. В новом прозвучит идея о том, что дети тоже являются окружающей средой друг к другу. И помочь в профилактике суицидального поведения они могут тоже друг к другу сами. То есть какие-то навыки, которые мы, взрослые, можем им передать, которые они будут готовы принять, чтобы быть друг другу помощником. В этом году в Поморе около полутора тысяч преступлений совершено против детей, а самими подростками – 943. Зачастую на путь суицида ребят толкают те же ошибки – стресс, неблагоприятные условия жизни. Чаще всего к опасному шагу детей толкает сексуальное насилие. В этом году ему подверглись 192 подростка. И что самое страшное – нередко от своих близких людей. Вот если в 2014 году им было меньше, то в 2015 году это 224 преступления были совершены в отношении детей, членов семьи. Это на 127 преступлений больше, чем было в 2014 году. А всего вот из этой цифры, которую я назвала, 858 преступлений было насильственного характера. За последние два года случаев детского суицида в регионе стало ненамного, но меньше. Если в 2014 году с собой покончили 8 детей, то в 2015 – 6. Снизить эти страшные цифры статистики призван социально-реплитационный центр «Солнышко», куда подростки могут обратиться за психологической поддержкой. Кроме того, в Поморе работает круглосуточный, бесплатный и анонимный телефон доверия. Его номер вы видите на экране. В 2015 году его набрали более 70 подростков. Мария Воробьева, Родион Саханько, Вестник Северодвинска.